здравствуйте друзья сегодня хочу вместе с вами сделать анбоксинг очень интересного ножа нож сделал в Новой Зеландии и честно говоря до этого момента как я его увидел я вообще не задумывался есть ли в этой стране ножевые фирмы и какие ножи там делают это нож новозеландской фирмы SWORD основал ее Брайан Бейкер в 1983 году вначале наши делались вручную под индивидуальный заказ ну и как следствие были дорогими потом Брайану Бейкеру пришлось пересмотреть свои методы производства и ценообразования чтобы обеспечить свою долю на новозеландском рынке случайная встреча с пожилым чехословацким производителем ножей дала бизнесу Брайану Бейкера новый толчок появились свои ноу-хау особенно важным стал уникальный процесс закалки и отпуска который делал клинки более прочными и долговечными на мой взгляд самый интересный нож запускаемый фирмой SWORD это данный коробки наживается он крестьянский нож как говорит сам Бейкер крестьянский нож появился с тех времен когда крестьяне имели карманы но у них не было денег чтобы их заполнить этот нож делался на основании модели используемой в Чехии и Баварии где-то 300-400 лет назад и так простите за длинное предисловие давайте приступим к самому анбоксингу анбоксинг я буду делать этим опинелем сейчас объясню почему хочу кое-что показать на этом опинеле мы знаем что самое слабое место в фолдере это место где клинок крепится к рукояти любые вот такие вот боковые нагрузки ведут на излом рукоять не держит если не остальных лайнеров но дерево или пластик не выдерживает вместе винта получается рычаг большое усилие на лезвие само лезвие как длинный рычаг становится еще более сильным это усилие на пятки клинка но физику все помните чем больше рычаг тем больше учили усилие на обратной стороне а сами знаете что от места где крепится винт до конца пяты расстояние очень маленькая всегда вот если бы пята клинка была длиннее но хотя бы вот до середины рукояти вот это был бы нож согласитесь но к сожалению тогда это уже будет не фолдер а фиксит но оказывается так бывает не только у фиксит да 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 вот он пёссинг-найф или крестьянский нож имеет очень простой дизайн но в то же время весьма надежный способ поддержания клинка в открытом состоянии вот он красавец у этого ножа отсутствует замок пружины или какой-либо блокирующий механизм роль замка выполняет вот этот вот длинный хвостовик который упирается вот так вот в утреннюю часть ладони когда нашим состоянием плюс к этому когда рука удерживает нож то прилагается определенное усилие на сжатие вот сюда и за счет этого происходит дополнительная блокировка раскрытого лезвия то есть вот так вот сжимаешь ручка и достаточно его пустить тяжело материал клинка это шведская высокоуглеродистая сталь л6 так длина длина самого клинка 8 и 5 длина ножа 21 сантиметр толщина клинка два с половиной миллиметра вес 77 грамм вот давайте мы сравним по размеру со всем известной крысой сантиметр сами видите креночек практически одинаковый режущая кромка практически одинаковая рукоять даже чуть чуть длиннее рукоять даже чуть чуть длиннее вот так это все вот видите но при этом вес этого ножа 76 77 грамм вес крысой 140 грамм вот вам разница знаете как писали на одном из ножевых форумов до этого ножа нужно дорасти все мы и я не исключение в начале своего увлечения ножами отдавали предпочтение мега тактикам мегаломикам суперсталям дизайну последним технологиям но пришло время захотелось чего-то простого классического проверенного временем знаете для меня обладание таким ножом это как будто ты приходишь из офиса с хай так мебелью такой старый уютный дом с пледом и камином напоследок хочу отметить что есть вариант этого ножа с деревянной рукояткой это если что-то мне захотелось потянуло меня наверное правда витаминоз потянуло меня на оранжевое но есть деревянная рукояточка так что любителям кастомизации открывается ну просто широчайшее поле деятельности ну это наверное все что я хотел сказать об этом ноже то есть вот такой вот удивительный фулл танк фолдер ну что смотрите на сколько ручка заходит у многих фикситов рукоять заходит только на треть а здесь практически на половину еще один на мой взгляд положительное качество этого ножа что если где-нибудь на аудоре вдруг вдруг испортный рукоять не знаю она пластмассовая сгорела или сломалась всегда можно взять паракорд или шнур обкрутить вот эту часть клинка и у вас получится это более-менее удобное выдержание фиксит а если немного заморочиться сделать сюда небольшой рукоять с одной такую то у вас получится вполне рабочий ножичек который позволит продержаться то время которое вам необходимо если у вас нет другого ножа давайте проверим заточку как же он приходит вот такой вот нож крестьянский нож от фирмы сворд прошу любить и жаловать всем спасибо до свидания